добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet niva 2005 года выпуска на нем мы заменим крестовины на заднем карданном валу посмотрим если нужно будет то и на переднем заменим крестовины мы будем устанавливать фирмы от чешской фирмы от и для этого мы поднимаем автомобиль снимаем карданный вал до этого я покажу как она там болтается щелкает потому что при трогании назад вперед когда включаешь скорость звонки щелчки щелчки иголок таких подшипника крестовин для этого поднимаем и снимаем карданный вал поднял автомобиль идем теперь смотрим наш карданный вал сейчас попробуем покрутить будет он звенит не будет вот они вот эти вот хрусты щелчки это как раз от нашей кристаллины четко слышно четко щелкает а так вон еще и видно иголка сбоку полезла попробую показать если вот видно вот она иголка вот под пыльником торчит иголка понятно но передний кардан у нас не щелкает передний кардан у нас нормально снимаем только задней при том обе крестовины и передняя и задняя здесь на заднем кардане для этого мы откручиваем 4 гайки на 13 с этой стороны и также сзади 4 гайки на 13 с задней стороны откручиваем и снимаем наш кардан но перед этим возьмем просто пометим его немножко керном тыкнем с двух сторон чтобы потом нам точно также поставить лишних вибраций избежать приступаем берем большую отвертку эту отвертку мы будем использовать как фиксатор вот так продеваем отвертку через кардан таким образом одеваем ключик на 13 накидной накидной и срываем гайки болты у нас держатся потому что болты у нас с срезанной шляпкой они упираются во фланец и вот таким образом срываем все и откручиваем сняли кардан вот так он делается так он вообще не хочет крутиться в эту сторону так закусил и все это второстепенно снимаем стопора все четыре и выбиваем крестовину вот эти подходят кстати стопор сломался вот так вот так вот так вот так Ну что, все стопора с крестовины я снял с этой стороны. Теперь берем молоток и идем выбиваем крестовину. В принципе, должна сойти легко. Посмотрим, как будет по факту. Зажимаем вот таким упором кардан, сзади немножко поджимаем, губки спереди ложатся на тиски. Берем головку, я здесь на 32 взял, и выбиваем сначала с одной стороны, потом разворачиваем. И с другой стороны. Здесь иголки уже посыпались. А потом, когда уже этот фланец снимем, мы по этому фланцу упрем крестовину в тиски. И по этому фланцу также будем бить головкой. Для этого есть струбцины, которые могут выталкивать сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Но у меня этой струбцины нету, поэтому бью. Ну все, таким образом она соскочила у нас. Теперь мы выбиваем крышки. Иголки, как видите, все сжены. Выбиваем крышку, одну и вторую. Ну а теперь крестовину можно, в принципе, бить прямо крестовину. Вот так вот ставить. И крестовину, крышку выбиваете, одну и вторую. Выбил крестовину, новую будем фирмы АТ, У-023. В комплекте идет толотница с переходником. Сама крестовина. Так, не вижу стопорож. А стопоров нету. Да, к сожалению, стопоров нету в комплекте. Поэтому такие крестовины, если будете брать, берите сразу и стопора. Сейчас придется ехать за стопорами. Берем и меряем крышку. Подходит она, не подходит. Крышка подходит нормально. Длина. Длина подходит нормально. Устанавливаем, а потом уже поедем. Возьмем стопора и застопорим. Смазки здесь установочной хватит, а потом прошприцуем возьмем. Зажимать будем тисками. Берем, ставим одну крышечку и ставим вторую крышечку. Теперь берем крестовину. Заводим одну сторону, пока не получится завести. Просто ее придерживаем. Смотрим, чтобы крышечки у нас ровно шли. Смотрим, чтобы крышечки у нас ровно шли. В одну сторону я вставил. Вторая сторона вставила. Надо аккуратненько, чтобы иголки не высыпались. Товотницу я ставлю во внутреннем, как она и стояла. Вот поддавили до губок кардана, здесь у нас все двигается, иголки у нас не упали. Теперь подставляем головку, по диаметру берем. Я взял головку на 19, ослабляем. Вот стопора нет, можно додавить было сейчас стопор поставить и также теперь вторую сторону додавливаем. Так, ну что. Крышечки у нас стоят две, теперь ставим этот фланец. Точно таким же образом снимаем. Так. 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 А. А. И надеваем на крестовину. И надеваем на кресты. И надеваем на кресты. Вот до фланца мы подтянули. И надеваем на кресты. И надеваем на кресты. И надеваем на кресты. И устанавливаем стопора. Скатался, взял стопора. Также закрутил товотницу на место. Вот они наши стопора. Берем и устанавливаем. Берем и устанавливаем. Настя. Так, ну что, теперь смотрим, какие стопора у нас до конца не встали. Вот этот у нас встал, вот этот у нас не встал. Берем его, доталкиваем головкой. Головка как раз упирается в стопор и мы услышим щелчок. Также смотрим здесь, этот стоит, этот не встал. О, щелчок было слышно, все, он встал на место. Так, вот этот у нас еще стоит, а вот этот еще не встал. Вот этот у нас еще не встал. О, еще и этот встал на место. Все, все стопора у нас стоят на месте, крестовина работает, не закусывает. Теперь мы ее берем, смазываем маленько. Детские из Roguer. Музыка. Все. Вот смазку здесь сдавануло, ее убираем, все, крестовина у нас готова, аналогичным образом меняем вторую крестовину на этом же кардане и идем устанавливаем. Все, повесил кардан, нажавил один болт, сзади нажавил болты, теперь нажавляем остальные, болты, как я видел, одна сторона срезана, она идет к франции, для того, чтобы когда гайку крутите, чтоб он не прокручивался. Ну все, кардан мы спереди нажавили, сзади нажавили, теперь берем и протягиваем все это. Товотницы и переднюю и заднюю я смазал. Все, кардан протянул спереди и сзади, теперь проверяем. щелчков у нас нету, ни сзади, ни спереди, все нормально работает. На этом все, замену крестовин на карданном валу мы закончили. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok